Запорожье ожидает третья волна снегопада. Об этом рассказали местные коммунальщики. Знают, в первые две нареканий на их работу было немало. Обещают, если прогнозы синоптиков сбудутся, в первую очередь будут уделять внимание центральным дорогам, подъездам к больницам, роддомам, школам и садикам. О том, как работники местных КП противостоят стихии и почему она оказывается сильнее людей, расскажет Инна Гогой. Так выглядело Запорожье почти месяц назад. В ночь с 29-го на 30-е декабря снега выпало почти по колено. С потеплением белоснежные глыбы постепенно стали уменьшаться. Но передвигаться по дорогам по-прежнему непросто, говорят запорожцы. Снег лежит, тяжело ходить, ноги мокрые. Мы платим взносы, налоги, а коммунальные службы так и не работают. В гордепартаменте ЖКХ претензии запорожцев понимают, но говорят, перепады температуры усложняют им работу. Из-за плюса днем и минуса ночью на дорогах образуется наледь, которую обычной коммунальной технике не убрать. Эти дороги закрепленные. Техника у них не предназначена для жесткой уборки дорог. То есть, чтобы ей не навредить самому асфальтному покрытию. Поэтому внизу, на этой лопате, если вы видели, стоит резиновая резина. Значит, эта резина, она не способна сбить эту наледь. Поэтому по заданию городского головы, значит, сейчас к этим работам мы привлекли, кроме коммунального предприятия Элуат, а также мы привлекли это водоканал и теплосеть. Значит, по три единицы техники они дают. И у них жесткие лопаты, которые сейчас пойдут по центральным тротуарам города и районов, а также внутриквартальные дороги. Сейчас на балансе КП Элуат, которому приходится первым установиться на уборку снега, находится 79 единиц техники. Но это только 35% от нормы. Потому во время сильного снегопада, объясняют в профильном гордепартаменте, тракторы, экскаваторы, погрузчики и другие авто не успевают быстро доехать во все районы. Жалуются и на владельцев частного автотранспорта. Задержки и по технике, но эта вина была не только наша, а была вина в основном большая часть наших водителей, которые недовыбросовестно не перебулись в зимнюю резину, которая создавала проблему и на дамбе, как вы видели. Одна машина забуксовалась, а следом встал троллейбус. И приходилось, конечно, вытаскивать троллейбусы и на прицепах. Мешают наши припаркованные машины, которые бросили водители вдоль дороги. Есть такая возможность на данный момент вывезти весь снег из города. Ну, основные вот эти все кучи, которые наметены, убрать всю эту. Но у нас топливо лимитировано. И если мы сейчас все вывезем, и казначейство нам не оплатит эти работы, которые вывезены, то следующий снегопад мы останем, мы город оставим один на один со снегом. Расправиться с последствиями непогоды добавляют в профильном департаменте было бы проще и быстрее, если бы некоторые предприятия-бизнесмены не отказывались убирать снег на закрепленных за ними территориях. В целом, работу во время последнего снегопада коммунальщики оценили на четверку. Говорят, в этом году КП «Луат» ожидает пополнения техники на 62 единицы, что составит около 70% от необходимого количества.